Всем привет, друзья! Меня зовут Давид и вы находитесь на YouTube-канале ArtStyle. Это обзор новых часов от компании Huawei, Huawei GT4. Как вы знаете, если смотрели мои предыдущие обзоры, точнее, либо просто следите за технологиями, Huawei не так давно выпускала очень похожие часы, просто без слова GT. Просто Huawei 4, Huawei 4 Pro у меня обзоры на них вышли. Здесь же часы абсолютно одинаковые, но разница там чуть ли не в 10 тысяч рублей всего лишь из-за ремешка. Это абсолютно одинаковые часы, то есть абсолютно одинаковый корпус. Единственное, ремешок силиконовый и достаточно красивый. Выглядит здорово. Либо ремешок металлический. Притом, что особо отмечу, сразу из коробки часы на руку мне налезли. Нормально, впритык оказались. Иногда бывает часы просто не налезают. На тонкое запястье рассчитано. Это 46 мм. Выпускаются часы поменьше, как женские они позиционируются в основном. Хотя не факт. И мужчина тоже может носить. Там 41 мм. Здесь 46 мм. Так вот, при желании вы можете вот эти лишние звенья снять и пользоваться. Если у вас ремешок, вы хотите именно такой крутой металлический, то, пожалуйста, можно сделать их меньше. Делается это очень легко. Поэтому часов у меня двое, но они абсолютно одинаковые, кроме ремешка. Хочу магазин Цифрус поблагодарить за то, что предоставили для теста эти часы. Сколько они стоят, можете посмотреть по ссылке под этим видео. Если покупаете что-то, часы, либо любой смартфон, магазин существует уже 15 лет, то просто переходя по ссылке под этим видео, вы получаете при покупке подарок. Он автоматически активируется в корзине. Можете его выбрать. Ссылка будет под видео. Еще добавлю, часы эти не продаются как новые в Цифрусе, они продаваться будут со скидкой. На всякий случай. Говорю, у них такая политика. Сами часы. Расскажу с момента подключения. Знаете, когда я тестировал часы от Huawei 4 и 4 Pro, у меня тогда на руках был смартфон марки Huawei. И все подсоединялось без проблем, скачивалось без проблем. Нужно приложение здоровья, которое в Play Market Android, оно выпилено. Ситуацию с iOS не знаю, честно говоря, но люди пользуются. Судя по всему, оно там есть. Потому что на Android нужно устанавливать с сайта Huawei АПК файл. При этом, как ни странно, на Samsung Galaxy S23 Plus установился без проблем. На мой старенький Xiaomi Redmi Note 10S начались проблемы. Не из-за того, что телефон проблемный, а действительно не удавалось установить этот дурацкий антивирус Xiaomi. Меня он раздражает, честно говоря. Он не давал установить это приложение от собрата своего же китайского. Когда с горем пополам я смог установить, проигнорировать все эти кричащие уведомления, что не доверяем этому приложению, говорит Xiaomi. После того, как я установил его, еще начались танцы с бубном. Потратил минут 10, чтобы все галочки по умолчанию включить. Опять же, в телефоне все это так запутано в Xiaomi. Просто запутано. На Samsung даже такого нет. Поставили и пользуемся. И последняя подлянка. Нужно постоянно висящее приложение Huawei Здоровье на Xiaomi оставлять вручную в фоне, потому что автоматически он их закрывает. На Samsung все работает без проблем. Это корейская компания, а Huawei китайская и Xiaomi китайская. Ну вот между собой они как-то плохо сочетаются. Но сделать можно. В итоге все заработало. По часам что могу сказать? Особенности, они, повторюсь, абсолютно одинаковые. Разница в цене достаточно большая. Такой вот восьмигранный дизайн. Базель. Но он не поворотный. На нем установлены вот эти минуты, секунды получается. Огромное количество различных циферблатов. Циферблатов очень много. Они гибко настраиваются. При желании настроить можете под себя. Но самое главное скажу в начале по времени работы. Если плюсы и минусы в часах есть. На самом деле я недавно еще тестировал часы от Pixel Watch 2. И давайте сначала о плюсах. Автономность потрясающая. Я даже не ожидал. Написано 4 дня при полной загрузке. Подключение с телефоном постоянно. Какие-то даже упражнения. Я верю этим цифрам. Потому что разряжается 15-25% в день при подключении к смартфону. Это очень классно. К примеру, часы Pixel. Они один день всего. Притом экран там меньше в несколько раз. Здесь, кстати, Amoled'овский хороший экран. Так вот, автономность. Если даже мы постоянно синхронизируем их с телефоном. А для этого многих и берут. Такой смысл просто носить на руке часы, если они с телефоном не синхронизированы. То есть, уведомления сыпятся. Все мессенджеры. Все без проблем, кстати. Плюс еще отслеживают сон. Отслеживают уровень стресса. Отслеживают шаги, естественно. И это очень круто. 4 дня у вас будет. Это прекрасно. А при том, что заряжаются они беспроводным способом. Это вдвойне лучше. Потому что вот у меня Google Pixel, например, 7. Я без проблем обратной зарядкой. Я заряжаю эти часы. И это прекрасно. Далеко не все часы заряжаются беспроводным способом. Но могу сказать как. Все-таки часы относительно недорогие. Особенно с простым ремешком. И хромает. Вот, например, после Google Watch 2 часа. Я ими также пользовался. Опыт использования рассказывал. Так же, как и эти. Я, например, поставил будильник. И на Pixel был приятный, красивое звучание. Хотя они водостойкие. И те, и те. На часах Pixel была приятная вибрация. Здесь же все такое. Прямо, знаете, часы просто тупо вот вибрируют неприятно. Как сказать-то. Здесь же, знаете, все было не так. Все было не так. Во-первых, звук. Мне захотелось сразу будильник выключить. Во-вторых, вибрация не такая точечная и приятная, как на Pixel часах. Хотя Pixel часы мне особо не понравились. Я считаю, они по завышенной цене мало чего умеют. И аккумулятор на один день. Но вот в плане вот именно даже вот такая вещь, как будильник или как звонок, ну вот на том же Pixel все в разы как-то приятнее, качественнее и хорошо. С другой стороны, они не просят за них больших денег и придирки мои по большому счету зря. Потому что часы на данный момент, перед Новым годом, 2024, стоят в том же цифре, там 16 тысяч рублей. Даже поменьше, там 15 с чем-то. Грубо говоря, такая вот версия. Это недорого. Притом, они умеют принимать звонки. С них можно звонить, разговаривать. У них поддержка IP68, 5 атмосфер. Это погружение под воду. По идее, с ними и в морской воде ничего не должно случиться. И вообще, они даже мне понравились. На мой взгляд, они как-то не сильно отличаются от более дорогой версии, которая без приставки GT умеет практически то же самое. Единственное, покашлять на них нельзя, чтобы уровень легких проверить. Я такой функции не нашел. Остальное, температура кожи, отслеживание сна качественное. Приложение, вот это Huawei Здоровье. Там очень много всего. Очень много. Можем отследить темп ходьбы. Но все, что должны уметь умные часы, они умеют. На часах две кнопки. Первая кнопка это выход в меню, соответственно. Вторая кнопка это приложение. Вторая кнопка это различные активности наши. И на лыжах там, грибной тренажер. Что тут только нет. Вариантов очень много. Очень много. С помощью таких часов, безусловно, что можно отслеживать. Фактически все, что на рынке есть, кроме каких-то экзотических вещей, как я говорил, типа покашлять определяет легких состояниях. Температура кожи, пожалуйста. Там уровень кислорода в крови, пожалуйста. Очень все, что вы хотите от них получить, вы получите за свои деньги. И это, конечно, прекрасно. Про экран особо высказать. Экран мне кажется очень здравым. 460 на 460 разрешение. Это очень хорошо. Пикселей не видно. Экран очень хороший. И что еще про них добавить? Все есть. Уведомления, в отличие от часов пикселей, они там удаляются через час сами по себе. Я в этом разбираюсь, но я так и не понял, почему настроек таких нет. Здесь уведомления висят. Все четко, видно и хорошо. Знаете, я считаю, за 15 тысяч рублей, грубо говоря, если вы не хотите переплачивать за металлическую крутую версию, не всем это нужно, это очень хорошие часы. Основная их особенность это высочайшая автономность, умение принимать звонки, умение качественно работать с уведомлениями. Они все сыпятся как надо, никаких проблем с этим не было ни разу. Умение отслеживать физические состояния, задавать себе цели, также это мотивирует. Умеют они отслеживать и ходьбу, и бег, и можно очень много различных тренажеров использовать. Здесь практически найдете, наверное, все, что можно. Вот, наверное, если даже этот вид спорта не поддерживает, что-то похожее, они все равно смогут отследить. Очень круто. На самом деле, за 15 очень хороший вариант. И практически не уступает более дорогим GT4 и даже 4 Pro. Стекло только здесь не сапфировое, а заявляется обычное закаленное стекло, но я думаю, с этим проблем не будет. И напомню, заряжается еще и не только от зарядки, которая идет в комплекте, а заряжается беспроводным способом. Это вообще топчик. Поэтому от телефона, если у вас телефон с беспроводной зарядкой, зарядить всегда можно. На этом сегодня все. Как всегда желаю, будьте здоровы, будьте успешны, будьте позитивны. С уважением. Давид Арстайл. Счастливо, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok